На очередном заседании регионального правительства была рассмотрена реализация государственной программы социальной поддержкой защиты населения Тверской области. В Верхневолжье на сегодняшний день работа ведется по 50 направлениям. Это единовременные и ежемесячные выплаты, компенсация расходов за ЖКХ, протезирование зубов и догазификация. Об итогах и о том, какие поручения дал глава региона Игорь Рудене, рассказывает наш корреспондент. В Верхневолжье свыше 308 тысяч жителей получают социальную поддержку. Это многодетные семьи, участники СВО и члены их семей, ветераны Великой Отечественной войны и другие категории граждан. Одно из востребованных направлений – помощь на подведение газа к домовладению. На газификацию выдано 270 сертификатов, 217 из них многодетным семьям. Для них это помощь до 300 тысяч рублей, для семей участников специальной военной операции – до 150. На заседании регионального правительства этой теме было уделено особое внимание. Глава региона подчеркнул, что процесс и результат необходимо контролировать. Было обращено внимание на более результативную работу по догазификации социальной. Потому что мы сделали проект по мерам поддержки в соответствии с поручением президента Российской Федерации. Мы видим, что выданы сертификаты, но формально работа выполнена. А вот физически мы понимаем, что еще надо проконтролировать, чтобы эти сертификаты превратились уже в газифицированные жилые дома с теплом, с батареями, с котлами, чтобы все это уже работало. Также в Тверской области действует программа социального контракта. Участвуя в ней, жители могут повысить уровень своих доходов, открыть собственное дело или пройти обучение по выбранной специальности. Если за 2016-2020 годы было предоставлено 848 социальных контрактов, то с начала 2023 уже 976. Максимальный размер единовременных выплат по соцконтракту до 350 тысяч рублей на открытие собственного дела и до 200 тысяч рублей на личное подсобное хозяйство. Активная работа ведется также в регионе по социальной интеграции инвалидов, в том числе детей. В 2023 году в 24 учреждения поставлено дополнительное реабилитационное оборудование. Услуги предоставлены более чем 1580 детям с особенностями здоровья. Помощь оказана 1973 родителям таких детей. Сегодня идет большая работа по маленьким детям, которые имеют отклонение от здоровья, по физическим возможностям, чтобы в каждой школе такие возможности были предоставлены. Сегодня эта работа сделана в очень большом объеме, но анализировано, какие еще есть пожелания у родителей. Внимание должно уделяться и старшему поколению. В этом году Тверская область стала участником пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в рамках федерального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография». В 2023 году планируется предоставить соцпакет долговременного ухода 250 гражданам. Кроме того, в Тверской области действуют 97 учреждений социальной защиты. Большое внимание удивляется укреплению их материально-технической базы. Ежегодно более 8 тысяч жителей региона получают услугу социального обслуживания на дому, то есть помощь по хозяйству. Популярной является и услуга «Социальный автомобиль». Граждане доставляются в учреждения здравоохранения, МФЦ и другие организации. В 2023 году социальным автомобилем воспользовались почти 11 тысяч человек.